Обсуждение проекта «Железодефицитная анемия», трактовка общего анализа крови. Первый подход, речь пойдет о том, что это одна из как минимум двух лекций, которые мы рассчитываем прочитать здесь. И, собственно говоря, мы долго обсуждали, о чем поговорить, и решили, что на самом деле общий анализ крови – это та тема, которая, как это ни странно, довольно плохо известна врачам. Поэтому в нашем большом проекте, который мы ведем уже 25 лет, а может быть и больше, «Железодефицитная анемия» – это колоссальный такой многолетний, еще раз повторюсь, проект. Ну, мы его начинали с больных, потому что до «Железодефицита» всегда… А пожилые, ну да, ну бывает. Выяснилось, что у пожилых «Железодефицита»… Чем у женщин, теряющих кровь, а, например, среди мужчин, так там просто их больше. Вот. Многие годы мы сотрудничаем с компанией «Эгис», которая поддерживает этот проект и поддерживает его сейчас. Мы давно определились с приоритетом относительно выбора препарата для компенсации дефицита железа. Мы считаем, что оптимальным является на сегодняшний день в России «Сорбифердорулес». В нем много двухвалентного железа, то есть 100 миллиграмм в таблетке – это половина суточной дозы. Железо высвобождается замедленно, поскольку находится в системе «Дорулес». Это система замедленного высвобождения, что снижает пиковые нагрузки, уменьшает количество различных осложнений от приема этого препарата. Ну и у этого препарата достойное соотношение затрат и эффективность. По нашим расчетам, это лучшее соотношение для всех известных нам сегодня в России препаратов. Ну, периодически надо пересчитывать, но на сегодняшний день пока это так. Вот. И сколько мы не смотрели других препаратов для лечения железодефицитной аномии, мы преимуществ принципиальных не видим. Другое дело, что бывает ситуация, когда сорбифер «Дорулес» больные плохо переносят, тогда можно принимать другие препараты, но таких больных не так много, поэтому это не замена сорбифера, а это препараты второго ряда. Без схемы кроветворения обсуждать анализ крови невозможно. Я напомню, что схема кроветворения была изложена моим отцом, чертковым, господи, чертовка написана, что-то не так, и Фриденштейном в 1973 году. И я, собственно говоря, знаю эту схему от ее рождения. Она вот примерно так выглядит в классическом варианте. Но если мы говорим о ней образно, то начинается все с стволовых клеток. Стволовые клетки по определению, они могут размножаться во все ряды кроветворения. Из них могут создаваться любые клетки крови. Дальше они постепенно теряют такую возможность, становятся полипатентными. То есть клетки предшественницы, например, лимфоцитопоэза и милопоэза, две клетки. А затем они постепенно теряют все меньше и меньше у них становятся возможностей. И они становятся унипатентными, да, то есть у них потенция только в одну сторону. Здесь масса этажей, много различных клеток, много воздействий. Здесь идет переключение с регуляцией, например. Все верхние этажи, они регулируются факторами микроокружения. А нижние этажи, они регулируются уже больше воздействием каких-то других. И вот здесь вы видите БОИ и ЭПЧ. БОИ – это бурсообразующая единица. Она зависит от факторов микроокружения и никак не зависит от внешних факторов. Тогда как эритропоэтин – чувствительная клетка, она зависит от эритропоэтина, как понятно по названию. А эритропоэтин вырабатывается в различных органах, в том числе в почках, в печени. И в зависимости от гипоксии его становится то больше, то меньше. При резком снижении уровня кислорода в крови эритропоэтин вырабатывается в значительном мере. То же самое есть, вот предшественники тромбоцитов ПАЭЗа тоже реагируют на сигналы, которые поступают извне. Ну а дальше идет дифференциация различной степени зрелости. Эти клетки легко обнаружить. Вот все вот эти стволовые поли и унипотентные, они в костном мозге выглядят как лимфоциты. Они внешне все одинаковые. У них только функционал разный. А вот дифференцированные клетки разной степени зрелости, они различаются между собой. Это хорошо было видно на предыдущем слайде, на классической схеме. Здесь они все уже разно-разномастные, но и развиваются только в одном конкретном направлении. В направлении тромбоцитов, миокреоцитов, тромбоцитов, эритроцитов, нейтрофилов, эвизнофилов, бозофилов и макрофагов. Ну и ТИБ-лимфоциты, они стоят немножко особняком. На самом деле мы живем в довольно странную эпоху. Мы потеряли ту гематологию, к которой мы привыкли, к которой нас учили. Потому что сейчас на смену обычным методам, где мы смотрели в микроскоп на мозги крови, пришли методы аппаратные. Эти методы имитируют микроскоп, но совершенно не эквивалентны ручным методам. Ручные методы использовали различную химию, например, разбирательный лизис клеток, окраска мазков, оценка гемоглобина. Некоторые технические эффекты, такие как реакция оседания ретроцитов или гематокрит, когда центрифугировали кровь, и она оседала в капиллярчике. Микроскопии в камере, в мазках, формулы различные, в том числе цветовой показатель мы высчитывали. Автоматические методы, они работают совершенно по-другому. Они в основном подсчитывают разного размера частички, пролетающие между двумя какими-то электродами или двумя источниками чего-либо. И в зависимости от того, какого размера эти частички, дается анализ, что это эритроциты, например, или тромбоциты, или лейкоциты. К сожалению, была ситуация у меня лично, когда аппарат считал очень мелкие бласты, как эритроциты, при этом он показывал малое количество лейкоцитов. Кончилось это все тем, что больной умер от острого лейкоза, а при глазном просмотре оказалось, что все подсчитанные, ну не все, а многие подсчитанные эритроциты, это просто бластные мелкие клетки. Поэтому, в принципе, аппараты для патологии не предназначены, на самом деле на них это написано. И всегда нужно твердо помнить, если вы видите какую-либо патологию в крови, в анализах, желательно пересчитывать вручную. Кроме того, у нас появилось огромное количество новых методов, точнее всяких формул и так далее, и никто из нас точно не знает, насколько они чувствительны, насколько специфичны, потому что все эти формулы могут зависеть от природы, от аппарата, от того, на чем и как это делается, а совсем не от того, как люди болеют. И, к сожалению, мы здесь очень не защищены от этого пришествия новой гематологии. Значит, что мы потеряли? Какие анализы? Ну, вот цветовой показатель, всеми любимый, который рассчитывался по простой формуле. Вместо него появились показатели насыщения эритроцитов гемоглобином, МСХ и МСХС. Ну, они более-менее взаимозаменяемые, и то, и то просто расчетные величины, поэтому, что называется, хрен редкий и не слаще, на них можно и нужно обращать внимание. Анизацитоз эритроцитов. Ну, появился показатель объема эритроцита и распределения эритроцита по объему. Насколько это совпадает с нашим привычным анизацитозом, не уверен. По килоцитоз, тем более, нормобласты. Ну, кто-то пишет в каких-то анализах, но как они их считают, я не знаю. Ну, сейчас, чуть позже, Любовь Сергеевна, может быть, скажет, бозофильная пунктация эритроцитов, важнейший показатель, исчез из анализов, из бланков, тельца жали, кольца кебата, мишеневидность эритроцитов, серповидность эритроцитов. То есть, серповидность еще там для нас не так значима, у нас серповидных глядочных, наверное, и мало, то мишеневидных эритроцитов бывает много. Говоря о гематокрит, который пишут в анализах, это не гематокрит, это расчетная величина. Для гематологов гематокрит никогда не представлял никакого интереса, он для эритроцитов был интересен. Но все-таки его раньше центрифугировали, а сейчас просто пересчитывают количество эритроцитов в гематокрит. Структура ядерного нитрофилов – важнейший показатель. Ничего сегодня нельзя сказать. Токсогенная зернистость нитрофилов – как было приятно раньше по этому показателю ставить бактериальную инфекцию. Структура ядер лимфоцитов, бластной клетки – нет, этого ничего сегодня в природе не существует. Ну, я бы дальше передал бы слово Любовь Сергеевна, она несколько примеров приведет по общему анализу крови, потом я вернусь к вам. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые коллеги, добрый вечер, Павел Андреевич, спасибо. Да, я продолжу. Если мы говорим про общий анализ крови, то здесь самыми важными являются четыре показателя. То есть это то, на что мы смотрим вначале. А уже все то дополнение, которое весь тот набор, весь тот сектор, который сейчас доступен, пусть даже и путем подсчета на гемотологическом анализаторе, они уже, на них я смотрю в случае, если вот эти четыре показателя имеют отклонение. И сразу скажу, если это отклонение минимальное, естественно, пациенты волнуются, и они всегда спрашивают. То есть, например, норма гемоглобина 120, а у пациента 118. И он уже ввезет к врачу и считает, что у него анемия. То есть вот это. Обращать внимание нужно, когда отклонение примерно больше 25-30%. И какие эти четыре основные показателя? Конечно, это красная кровь, это гемоглобин, это количество эритроцитов. И если гемоглобин низкий, дальше мы смотрим, конечно же, на хромию. Это для врача важнее, чем все остальное. То есть анемии классификаций очень много, но нам важно, какая она по насыщению эритроцита гемоглобином. То есть ее хромность. Гипохромная, нормохромная и гиперхромная. И дальше отсюда мы можем уже ориентироваться, какие исследования сделать для этого пациента. Конечно же, число лейкоцитов, тромбоцитов. То есть дальше мы смотрим, есть добавление, вдобавок к нарушению красного ростка, нарушение белого ростка и тромбоцитов. И реакция оседания эритроцитов, это четвертый показатель. Я посмотрела разные источники, которые представили норму общего анализа крови. И здесь, что важно для нас, то, что эта система, начиная от системы кроветворения, заканчивая вот этим вот подсчетом периферической крови, она стабильна и она настолько взаимосвязана друг с другом. То есть не бывает так, что вот здесь изменилось, а в костном мозге и нет. То есть здесь ты поменял, и оно и там изменилось. То есть вот это вот, это ответы, оно одно с другим всегда связано. Ну, если обрать внимание на норму, конечно, по разным данным она разная. Вот, например, Казинец в своем атласе сделал среднее значение, да, вот достаточно такого столетнего, столетние наблюдения собрал у себя, да. И здесь есть что-то среднее, да, и отклонение от этого среднего. Важно что увидеть, что норма для мужчин и женщин разная. Но сейчас лаборатории не всегда дают вот эту разницу. Может быть, конечно, у них автоматически забивается пол, и они автоматически вот эту норму референтные значения для данного пола представляют. Ну, вот нету, да, того, что мы раньше привыкли смотреть в бланк, для мужчин и для женщин. Также это касается эритроцитов, и также это касается реакции оседания эритроцитов. Ну, мы видим, да, что здесь среднее. Какие референтные значения, вы видите, разнятся? Вот, например, отечественные данные, да, отечественные исследователи в 1972 году дают вот такой разброс. Например, зарубежные, да, ну, чуть-чуть позже, немножко дают повыше норму. Но в целом, в целом она примерно одинаковая. Почему мы говорим про норму? Потому что дальше мы с вами увидим, что вот то множество лабораторий сейчас, да, что нет единства среди них, то есть нет порядка представления информации, нет единых норм, да, и вот они у всех разные. Откуда они их берут? То есть такое ощущение, что вот данный гематологический счетчик, гематологический анализатор, он вот выдает вот такую норму, как она подсчитана, непонятно. Другой – другую. И, естественно, путаница возникает не только у пациентов, да, которые вот чуть ниже или выше нормы, они сразу обращаются к врачу. Понимания нет и у самих врачей, к сожалению. И, конечно, вот сложно сейчас ориентироваться, когда и бланки разные, и нормы совершенно разные. Много ненужных коэффициентов, непонятных совершенно. Например, недавно, ну ладно, эритроцитарные индексы, мы к ним уже как-то привыкли. Смотрим на них, да, понимаем примерно, где нужно смотреть, где просто пролистываем. Но то же самое сейчас касается тромбоцитов, тромбоцитарные индексы. И очень много изменений, связанных с этим. И пациенты волнуются и задают мне вопросы, на которые я не могу ответить. Да, я много знаю про тромбоциты. Я знаю, что их морфологически выделяют 5 форм. Но для чего они нужны? Мне как гематологу в работе, просто увидев эти индексы, пока не ясно. То есть, в общем-то, не нужны совершенно. Поэтому, конечно, вот тот вот бланк, который нам привычен, да, мы начинаем с гемоглобина, да, с красного ростка. Мы смотрим эритроциты, мы смотрим цветовой показатель. Ну, бог с ним, ладно. Тут эритроцитарные индексы, которые нам важны. Самый важный для нас – это МСН. Потому что здесь мы видим, насколько идет… То есть, либо это гипохромная анемия, привычная для нас, железодефицит, или анемия хронических заболеваний. Это гиперхромная анемия, их всего две. В12 и фолиевый дефицит. В12 чаще фолиевый я в своей жизни один раз видела. И нормахромная анемия связана, как правило, с, собственно, гемобластозами. То есть, очень легко ориентироваться в дальнейшем. Ну, и дальше, как я говорю, тромбоциты, мы смотрим на них, мы смотрим на лейкоциты и тут же на формулу, да, и видим, есть сдвиг влево, нет его. Сейчас у нас… Да, мы привыкли к процентам. Сейчас у нас еще и абсолютные, да, величины даются. Ну, и в конце это реакция оседания тромбоцитов, эритроцитов. Ну, как примеры, вот смотрите, бланк, да, результат. Вот сколько нужно потратить времени, чтобы в этом разобраться. То есть, да, начинаем мы с гемоглобина, потом средний объем тромбоцитов в крови. Вот для чего он здесь и почему он вторым идет? Как он тут оказался? То ли от того, что здесь отклонение, и они сразу выдают в этой лаборатории то, что не… отличается от нормы, то, что не в норме, да. То есть, ну, очень странно. То есть, сколько вот ковыряться в этом анализе, да, чтобы понять, чтобы у тебя следственные причины, следственные связи возникли, как у врача. Очень неудобно. Ну, и обратите внимание, количество тромбоцитов, какая норма, да. Вот 152, 348. Вот откуда эти цифры, не знаю. Ну, хотя бы 150, да, и 350. Нет вот какие-то такие доли половины, не знаю даже, как назвать. Следующая лаборатория, смотрите. Ну, пол женский, да, и здесь, в общем-то, норма по гемоглобину, я так понимаю, вот для женщин, потому что следующий – это пол мужской, действительно, он здесь побольше, хотя тоже есть не 130, а 132. А если у пациента 130, он придет к вам и скажет, доктор, помогите, у меня анемия, вот однозначно он придет. Тромбоциты, смотрите, здесь норма. Верхняя граница 403, здесь 381. То ли у них, это разные года, здесь первый – это 2018 год, а здесь это этот год. То ли у них как-то гемосчетчик поменялся, и у них другая норма, то ли это норма для мужчины и женщины разная, вот как это понять, не знаю. Что еще? Вот это самые наши часто встречаемые сейчас лаборатории, это гемотест, инвитро, все разное. Разный уровень, референтные значения уровня гемоглобина, тромбоцитов, да, здесь вот 180-320, вроде как, ну, давно привыкшие, хотя спорно 320 – это очень мало. Здесь меня устраивает, например, вот этот диапазон 150-400, соответственно, да. Добавлено, смотрите, анизоцитоз незначительный. То ли глазом смотрели, то ли по формуле выявили, тоже не знаю. И когда говоришь пациенту, найдите лабораторию, которая смотрит глазом, вот, не знаю, данные разнятся. Кто-то, говорит, в инвитро смотрят, кто-то, говорит, там уже нет никого из морхологов. Ну, не знаю, не могу сказать, я теряюсь. Вот у меня нет рекомендаций по лаборатории. Очень часто спрашивают, посоветуйте лабораторию. Не могу, не знаю. Тоже вот странная сети лаб, да. Начинают с бозофилов. Причем здесь бозофилы? Непонятно. Ну, хорошо, гемоглобин. Вот такой, 120-140. Ну, видимо, для женщины, потому что не указано, опять же. И пометка, что гемоглобин повышен у этого человека, да. А я не знаю, пол тут видно. Нет, пол женских, да, женских. Далее. Тромбоциты здесь вообще, посмотрите, сотые доли процентов, тысячных. То есть, даже не знаю, как это трактовать, в чем. Сотые, запятые с сотыми. Сотые, уже. Но зато нормобласты, вот, Павел Андреевич, есть нормобласты. Каким-то образом их тоже вот здесь смотрят или считают, не знаю. Ну, и последний вариант. Более-менее вот этот диалаб тоже удивил в положительном значении, удивил, да. Потому что здесь блоками. Вот общий анализ крови на стёпра. То есть, лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты. Дальше отдельно лейкоцитарная формула, она блоком выделена. И смотрите, самый конец – это морфология. Вот вам, пожалуйста, здесь и амидоцитоз, и пойкилоцитоз, и тельца жали, и кольца кебета. Ну, наверное, сейчас уже студенты даже не знают, что это. А может быть, связано это с тем, что, наконец-то, везде и всюду стали определять уровень В12 витамина. Потому что раньше, да, мы ориентировались на морфологию. На тельца жали, на кольца кебета, на зернистость токсическую, нейтрофилов. Может быть, сейчас и не нужно, если можно просто посмотреть уровень В12. В чём я не уверена, да, потому что мы знаем, что сейчас, смотрите, ферритин зашкаливает, В12 тоже в десятки раз у ковидных пациентов, да, и мы знаем, что это связано именно с воспалением. И в итоге, что в итоге, как это всё дифференцировать. Ну, вот в данном случае хочу сказать про пациента. Вот смотрите, возраст у него 91 год. Вот такой был случай, когда тромбоциты у него практически не определялись. То есть, можно сказать, что они отсутствовали. Их всего 9. При этом у него нет геморрагического синдрома. И врачи были в замешательстве. Они его пытались от себя как-то убрать, не понимали, что с ним делать. А это вот как раз счётчик, который выдавал неправильный результат. Потому что, когда посмотрели глазом, да, то вручную, вернее, почитали, то там было больше 50. Всё-таки, всё-таки, вот это вот дополнительные вещи, которые мы должны думать. Да, вот мы видим вот такое, да, мы понимаем, что что-то не так. Нет геморрагического синдрома. И синдром щепка отрицательный. То есть, нужно помнить о том, что счётчики тоже видят, вот как Андрей Ильич правильно сказал, они могут обломки эритроцитов воспринимать как тромбоциты, и наоборот, там, какие-то бласты, да, как эритроциты. Ну, то есть, у него другая методика, поэтому всё нужно перепроверять, во всём нужно сомневаться. И, конечно, когда мы видим какие-то серьёзные отклонения, вот тромбоциток в частности, то мы всегда назначаем перепроверить. То есть, вот одного раза недостаточно бывает, если нет как бы сопоставления с клиникой. То есть, лабораторный метод – это одно, но у вас, перед вами всегда есть пациент, и есть какие-то клинические проявления. То есть, анамнез и клиника. Так, ну, я немножко сейчас пробежимся по тромбоцитам, потому что это довольно частая история, и сейчас в связи вот с ковидом появилось много любителей исследовать уровень тромбоцитов и задавать вопрос, а почему у меня много, а почему у меня мало. Ну, поговорим сейчас про это. Значит, нормальное число тромбоцитов, я не знаю теперь, как считать, но так, от 170 до 450. Формальная тромбоцитопения – это меньше 150. Но меньше 150 вообще ни о чём не говорит. До 100, 120 просто можно не обращать на это внимания. Это может быть какой-то конституциональной особенностью, не знаю. Но, во всяком случае, мы никогда не смотрим на этот тромбоцитопения ни с каких позиций. Другое дело, что если у человека было 450, а вдруг стало 100, ну, и он чем-то болен, то, наверное, это может быть ДВС-синдром, но это уже динамика тромбоцитов, а не их отдельная позиция. Значит, меньше 50 считается формально выраженной тромбоцитопения, которая может сопровождаться геморрагическим синдромом. Это тоже формальная вещь, но, тем не менее, меньше 50, конечно, уже, безусловно, тромбоцитопения, нужно с ней разбираться. Значит, тромбоцитопения может быть связан с различными факторами. В первую очередь, это может быть разведение тромбоцитопения, например, переливание жидкости. Этот тромбоцитопения может быть связан с потреблением и депонированием, может быть связан с гипопродукцией, то есть недостаточностью костного мозгового культурения, ну и еще раз тут почему-то написано «второе распотребление». Значит, разведение – это восполнение массивной кровопотери, обычно, когда переливают большое количество плазмозамещающих растворов. Депонирование – это спленомегалия или гиперспленизм. В норме там до 30% тромбоцитов находятся в селезенке, если она увеличивается, то и количество тромбоцитов не увеличивается, и там же они могут разрушаться. И гигантские ангиомы тоже будут накапливать в себе эритроциты. Гипопродуктивное – это все, что сопровождает нарушение функции костного мозга, это пластическая анемия, это мелодиспластический синдром, остролейкозы, цитостатическая химиотерапия и лучевая терапия, пароксизмальная ночная гемоглобинурия, различные вирусы, обращаю ваше внимание, что многие вирусы, вот ВИЧ, например, регулярно вызывает тромбоцит пени, он блокирует производство тромбоцитов в костном мозге. Прием алкоголя и многие лекарственные препараты, и, наконец, дефицит витамина В12 или фолиевой кислоты, о чем уже шла речь. Я хочу сразу заметить, что диагноз дефицита витамина В12 нельзя ставить по анализу уровня витамина В12. Вы ошибетесь. Врет, как сивый мерин. Никогда не совпадает с клинической картиной. И, наконец, просто потребление, не связанное с герсплинией, это натальная тромбоцитопения, это ИТП, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, такая достаточно распространенная, на самом деле, болезнь. Тромботическая... Так, это что такое? Кто-то перепрыгнул. Да. Может, там господин Овчинников у нас не выключился? Так, куда же переключать-то, когда я уже далеко ушел? Вот, сейчас я нахожусь на том слайде. Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура. Это вот сейчас в связи с ковидом, постковидными осложнениями стало выявляться, что и таких довольно много у больных на фоне прививок. Так, это отдельная такая форма нозологическая, серьезная. Пострансфузионная алоиммунная пурпура, гаптеновые тромбоцитопении, гепариновые тромбоцитопении, ну, могут быть при НПВС и так далее, при антибиотиках. ДВС-синдром при злокачественных образованиях, при инфекциях, при сепсии и так далее. И, наконец, монокомплексные воскулиты, в первую очередь это антифосфолипидный синдром, который, как правило, сопровождается тромбоцитопении. Значит, диагностика начинается с того, что определяется тромбоцитопении в анализе крови, дальше определяется причина следственной связи и уточняется диагноз. На самом деле большой проблемы в диагностике-то нет. Значит, связь с респираторной инфекцией. Это характерно для идиопатической тромбоцитопенической пурпуры, развивается спустя там некоторое время после различных ОРЗ. Связь с гепатитами и ВИЧ-инфекцией. С одной стороны, это гиперспленизм при гепатите, с другой стороны, аплазии костного мозга. Связь с беременностью. Но, как правило, это обычно связывалось с тромбоцитопенической пурпурой. Теперь здесь надо дописать прививку от ковида. А, ну, собственно говоря, это в следующей строчке, простите. Связь с опухолью. Лейкозы, ДВС-синдром, гипоплазии, солидные опухоли, иммунные механизмы, ДВС. Связь с иммунокомплексными воскулитами. Это, я уже сказал, вопрос антифосфолипидного синдрома. Связь с приемом лекарств и связь с алкоголизмом. Ну, вот такие связи нужно устанавливать. Тогда это более, ну, позволяет как-то определиться с диагнозом. Тромбоцитопения молниеносная. Это тяжелый ДВС-синдром. За часы могут тромбоциты вылететь полностью из крови до нулей, что называется. Обычно острое течение мы видим при идиопатической тромбоцитопенической и тромбоцитопенической пурпурой. Разделяйте их, пожалуйста. В одном случае тромбозы и дефицит тромбоцитов. В другом случае дефицит тромбоцитов и кровотечения. Ну, и ДВС-синдромы. Подострое течение это ИТП. ДВС-синдром гиппродуктивной формы. Ну, и дальше там, понятно, длительно текущие варианты могут быть. И даже врожденные тромбоцитопеническая пурпура и неонатальные формы. Для того, чтобы диагноз поставить, желательно все-таки сделать костный мозг. Ну, я не знаю, мы как гематологи без костного мозга все-таки не живем. Иммунофенотипирование, генетическое исследование костного мозга тоже полезное занятие. Определить антитела к тромбоцитам довольно трудно. Их определяют, мало где делают. Антифосфолипидные антитела можно сделать сейчас везде, антинуклеарные везде. Антитериоидные, ну, где-то можно, где-то нет. И сейчас вот еще определяют антитела к фактору 4 тромбоцитов, которые характерны как раз для вот тромботической тромбоцитопенической пурпуры. Гемостаз, в первую очередь, растворимый комплекс фибринмономеров. Это диагностика ДВС-синдрома. Ну, и другие заболевания тоже нужно определять. Естественно, там набор может быть до бесконечности. ИТП довольно часто, еще раз повторюсь, от 1 до 13 человек на 100 тысяч человек. Это аутоиммунные заболевания, связанные с повышением антител к тромбоцитам. Они нагружаются антителами и разрушаются в селезенке. Есть острая форма, обычно это у детей в возрасте там до 6 лет, и там четкая связь с респираторной инфекцией. Есть так называемая первично-хроническая форма, когда мы не знаем, была ли острая форма или нет, и вдруг вот возникает уже в возрасте 25 лет, 20-50 лет, нет связи с инфекцией, точнее может ее не быть. Ее называют первично-хроническое. И вторично-хроническое, когда это заболевание возникло остро, но нет ответа на терапию, и мы в этом случае говорим о вторично-хронической форме. Течение заболевания может быть кризовое, то есть с обострениями, когда полная ремиссия или частичная ремиссия, потом все это обостряется. Тромбоцитопения может быть минимальной. У меня был больной с нулем тромбоцитов, у него нет геморрагического синдрома, но, к сожалению, он попал в аварию, и в 19 лет у него случился инсульт. Поэтому такая тромбоцитопения ремиссия с нулем – это на самом деле не совсем ремиссия. Ну и клинико-гематологическая ремиссия – это отсутствие полных признаков и лабораторных, и клинических. Геморрагический синдром в виде петехи, химозов, носовых кровотечений, минорагии, реже внутримозговых геморрагий. Тромбоцитопения ниже 50 тысяч, ближе к нулю обычно. Увеличение количества мегакриоцитов в костном мозге. И антитела к тромбоцитам, ну, честно говоря, вот как-то мы без них обходимся, но, может быть, неправильно. Может быть, сейчас нужно смотреть. Вот. Дело в том, что лечение-то надо начинать довольно быстро. Если менее 30 тысяч тромбоцитов или есть геморрагический синдром на лице, то лечение надо начинать немедленно. И здесь нечего, так сказать, ждать. Первая линия – это глюкокортикостероиды. Вторая линия в больших дозах причем мы даем. Вторая линия, если не работают глюкокортикостероиды, человеческий иммуноглобулин. Можно цитостатики, циклоспорин, циклофосфамид. Разные подходы существуют к этому. Поэтому, значит, третья линия сейчас считается – это антитилакси Д20, ретоксимаб. 40-60% дает ответ. Но, еще раз, каждая линия – это значит, что вы на предыдущей линии не получили результат. Поэтому не надо здесь торопиться и сразу назначать ретоксимаб, потому что вы можете получить прекрасный ответ на глюкокортикостероидах, и большинство его дают, и человек может дальше жить себе счастливо. Спленоктомия тоже идет за неэффективностью глюкокортикостероидов. Значит, у детей и маленьких не проводятся, у взрослых это метод выбора. В принципе, совершенно безопасная методика, и в большинстве случаев она избавляет человека от тромбоцитопенической пурпуры. Правда, у нас была больная, которая была сделана спленоктомия, и все было нормально много лет, а потом у нее все появилось, и при обследовании выяснилось, что у нее вся брюшина обсеменена маленькими селезенками. Селезенки отсеялись от основной селезенки, возможно, во время операции, и выросли. Ну, пришлось снова оперировать, убирать эти дополнительные селезенки. Ну, и сегодня вот используются стимуляторы тромбоцитопоэза. На мой взгляд, это препараты, которые можно использовать только при неэффективности всех предыдущих подходов. Значит, колония стимулирующий фактор. Сейчас, в принципе, он практически не используется для тромбоцитопенической пурпуры. Эритропоэтины тоже здесь не работают. А вот появились новые препараты, которые активируют сигнал тромбопоэтина. Вот. И здесь два препарата в России на сегодняшний день. Это ромепластины и элтромбопак. У них немножко разные механизмы действия. Это препараты таргетной терапии. Они четко совершенно взаимодействуют с какими-то рецепторами, меняют проведение импульсов, не импульсов, простите, а активирующих влияний. Вот. Ну, очень высокая эффективность. Но я обращаю ваше внимание, что частота ответа без спленоктомии 56%, а со спленоктомией 38%. Но если мы добрались до мии, то мы уже очень многие проценты отсекли. То есть, спленоктомия – это же не первый выбор. И 38% – здесь это большая победа. А вот если вы без спленоктомии начинаете делать, то всего в половине случаев у вас есть эффективность. Элтромбопак повыше. Эффективность. Ну, на мой взгляд, это очень дорогое лечение. Оно сейчас проводится за счет государственного бюджета, в принципе. Доступность к этим препаратам есть. Но мне кажется, что здесь гипертрофировано. Доступность всем подряд назначают. Ну, с этим надо бороться. Вот. Ну, и следующая тема – это тромбоцитозы. И я передаю слово Любовь Сергеевне для того, чтобы она рассказала вкратце об этой тоже проблеме. Да. Мы также часто видим тромбоцитозы. Ну, сейчас, может быть, менее часто, чем раньше. Сейчас все-таки больше тромбоцитов сини. Ну, связано это, конечно, с ковидом. Ковид – это такое же респираторное заболевание, после которого возникает, может возникнуть. И мы говорим, да, что есть аутоиммунный механизм. Ну, тромбоцитоз, то есть мы будем считать тромбоцитозом все, что выше 450 тысяч. Также дополнительно нужно сказать про гипертромбоцитоз. У нас не так давно была пациентка, у нее было миллион 600 тысяч тромбоцитов. Да, то есть вот такой вот колоссальный объем тромбоцитов. Конечно, это сопровождается высоким риском разных осложнений, да. И, как правило, конечно, такой тромбоцитоз сопровождает, собственно, гемобластозы. Ну, если говорить про классификацию, то делят тромбоцитозы на первичные, то есть это, собственно, заболевание крови, да. Как я уже сказала, это гемобластозы и таких четыре патологии. И вторичный, который в первую очередь возникает после инфекционных и воспалительных заболеваний. Не надо забывать про спиноктомию, да, когда повышается тоже количество тромбоцитов. Различные опухоли, травмы, операции и, ну, как крайне редко причину установить не удается. Если говорить про первичные тромбоцитозы, конечно, ими занимаются гематологи, но врачи первичного звена собирают анамнез, обязательно пульпаторно смотрим или с помощью УЗИ органы мишени, то есть это печень и телезенка, как правило, увеличиваются при первичных тромбоцитозах. Безусловно, это общий анализ крови, и, как я уже сказала, в динамике, то есть если впервые выявляется тромбоцитоз, если он такой пограничный, да, это не гипер, то нужно перепроверить, да. Также часто бывает, сталкиваемся с тем, что пациент мало потребляет воды, крайне мало. Тоже может, да, немножечко уровень быть на верхней границе в этом случае. Ну, дополнительно, конечно, мы смотрим стернальную функцию, делаем трепанобиопсию и выполняем генетические исследования. Здесь следует отметить, что было бы, конечно, просто сразу сделать генетическое исследование, да, выявить мутацию, это, как правило, мутация гена ЖАК-2, ну, и филадельфийскую хромосома мы дополнительно смотрим, если речь идет о хроническом миеволейкозе, да, чтобы исключить. Но, к сожалению, вот вы видите, да, истинная полицитомия и эссенциальная тромбоцитомия, они не дают 100% вот эту мутацию, поэтому здесь без все-таки трепанобиопсии нам не обойтись. То есть можно обойтись без милограммы, но без трепанобиопсии первичный тромбоцитоз мы поставить, к сожалению, не можем. Значит, и при истинной полицитомии, как правило, основным ростком бесконечно пролифилируемым является красный, да, то есть это все-таки увеличение не столько гемоглобина, сколько уровня эритроцитов, и тромбоцитоз и лейкоцитоз могут быть дополнительно, да, или могут не быть. Это вот особенность. При остальных патологиях, конечно, тромбоцитоз будет в дополнение. Ну, мне здесь сложно сказать, да, как их дифференцировать на самом деле. Еще раз повторюсь, обычно этим занимаются дематологи, но все-таки общее представление у врача, анализ крови, увеличение органов смешений, да, и дополнительно, ну, генетика, конечно, она за счет пациента, поэтому здесь рекомендовать можно, да, но не у всех есть такая возможность ее выполнить. Что касается лечения, в первую очередь, конечно, это препараты гидроксимочевины, это гидрая, доза подбирается индивидуально, смотрим на реакцию, да, как быстро этот пул снижается. Если это огромная масса клеток, можно аллопуринол добавлять, да, чтобы немножечко разгрузить почки. Анагрелит блокирует тоже пролиферацию, но у нас он не продается. Я знаю, его очень часто привозят из-за границы, и пациенты, многие про него знают, ну, и врачи. Сейчас продается у нас тоже. Сейчас уже продается, но я думаю, это привозной, по-моему, Андрей. Препараты, снижающие, непосредственно снижающие свертывание крови, это и антиагреганты, и антикоагулянты, но, внимание, не назначайте их вместе, то есть либо одно, либо другое, потому что очень часто мы видим, когда назначают антикоагулянты и не отменяют антиагреганты, и здесь, конечно, риск кровотечения и кровотечения такие очень серьезные бывают. Тромбоциты ФРС тоже как метод особенно актуален, когда необходимо это сделать быстро, да, убрать этот объем клеток. Также используется и при вторичном тромбоцитозе, не только при первичных, и интерфероны. Ну, и, конечно, для лейкозов, то есть в частности хронический милый лейкоз, есть свое соответствующее лечение по схемам, да, и, конечно, это все в условиях специализированного стационара. Так, ну вот, собственно, у меня все. Павел Андреевич, наверное, вы продолжите. Ну, я продолжу, тут уже есть вопросы, я поэтому, собственно, вопрос поотвечаю, если есть желание что-то там поправить. Дедимер у некоторых пациентов держится месяцами. Наверное, воспаление вообще может не уходить долго, мы про постковидный синдром много говорим. Дальше. Латентный железодефицит. Надо ли лечить прием препаратов железа или достаточно диеты? Значит, ну, мы будем обсуждать в следующий раз железодефицитное состояние, но железодефицитное состояние не лечится диетой. Это бесполезное занятие. Всегда нужны препараты. Насколько агрессивно нужно обследовать пациентов в пациентах с латентным железодефицитом? Ну, я не понимаю, что такое агрессивно. Искать источник кровопотери всегда надо. Но если это пациентки, то чаще всего это известно, откуда кровопотеря. Так, 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 сейчас тут что-то трудно с рассмотром. Возможно ли колебание эльзенофилов у одного человека от нормальных величин до повышенных? Конечно, возможно, если человек аллергит, тем более. Ну, я напомню, что эльзенофил это вообще-то еще возможные всякие кишечные паразиты, поэтому нужно проверяться на эту тему. Если у вас эльзенофила повышена, значит, это сигнал какой-то болезни все-таки. Возможно ли унифицировать нормативный бланк клинического анализа крови? Полностью согласно, вообще неудобно в работе. Сетилаб просто по алфавиту. Ну, это нам в голову не пришло, что по алфавиту выстроено. Ну, может быть. Значит, бланк вообще-то унифицирован, он существует. Но частные компании плевать хотели на все эти самые унификации, делают, что хотят. Мне кажется, что это тема для какого-то обсуждения решений на федеральном уровне, потому что мы просто сейчас утонем в этих данных и так далее. В инвитер все автоматизировано, они, например, уже в ФМК не делают, так вручную смотреть некому. Но не некому, у них идеология такая, что все должно быть автоматизировано. Вот, они сами от этого страдают, но ничего не сделаешь. Есть ли у 40-летней женщины сыворечное железо 1,2? 1,2 не очень понятно, ну ладно. Гемоглобин 110,1. Не удалось найти источник кровопотери. Общеклиническое обследование дало результат. Как уточнить причину аномии? Причина аномии – железодефицит, если я правильно понимаю. Да? Что тут уточнять? Как уточнить источник кровопотери? Это отдельная задача. Иногда это бывает кровопотеря в тонкой кишке и даже, я скажу, из опухоли. Поэтому надо тщательно исследовать тонкий кишечник. Иногда предлагается даже ляпоротомию делать. ИТП, насколько ограничивает применение дезагреганта в дальнейшем. Пациенты стареют, появляются показания к приему аспирина, например. Я вообще честно скажу, я не знаю, у кого есть показания к приему аспирина, например. Доказано, что аспирин неэффективен, например. Это уже доказано. Но поскольку это раскрученный бренд, то его продолжают впаривать всем подряд. Кроме того, что он вызывает яйственные кровотечения, я никаких других хороших эффектов от него не знаю. Поэтому не надо назначать антиагреганты. Антикоагулянты при ИТП и фибрилляции предсердия кому как. Ну, ИТП – это же диагноз, это же не состояние души. Если у вас нормальные тромбоциты, значит, надо назначать антикоагулянты. У нас довольно много больных сейчас с ковидом, у которых есть ИТП, у которых даже очень низкие показатели тромбоцитов. Мы им спокойно даем антикоагулянты, два разных механизма свертывания. Какова роль алопуринола при лечении тромбоцитоза? Ну, как и при лечении любого другого цитоза. Когда вы даете препараты, которые разрушают клетки, у вас резко повышается уровень мочевой кислоты, алопуринол спасает почки. Так считается. Насколько это правда, я не знаю. Но всегда дают при высоких цитозах и назначении. Стостатиков добавляют алопуринол для защиты почек. Так, если через месяц и ликвиса при легком ковиде или постковидном синдроме РФМК стали нормальными, а после нормализации и отсутствия РФМК повысилось по отношению к норме, возникли боли, усилие спотливость, то это может быть синдром отмены. Нет, синдрома отмены у нас нет антикоагулянтов. Это говорит о том, что у вас есть постковидный синдром, он требует просто продолжения терапии. Так, не только частные, к сожалению, плавик с ними не понял. Вопрос, ну ладно. У пациента 47 лет, геморрагический ссыпь на ногах и кихимозов. В анализах анемии, тромбоцитопения, после инфузии РМАСа, плазма, повышение гемоглобина, сохраняется тромбоцитопения, спленомегалии нет. При гастроскопии, язвах, геморрагических гастрит, нужны глюкортикостероиды. Ну слушайте, вы смеетесь, что ли? Чтобы я вам так диагноз заставил. Анемия, тромбоцитопения – это двухростковая цитопения. Что в костном мозге? Что сделали с пункцией, что сделали с трепанбиопсией? Иначе невозможно. То, что эритромасса повысит гемоглобин, это понятно. Ну, дальше-то не ясно, что у вас там. Так, хорошо. Ну, я вижу, вопросы исчерпаны. Значит, тогда спасибо большое за участие и обсуждение вопроса. Мы в следующий раз будем обсуждать с вами, не помню, мой вопрос был в начале. Ну, еще раз повторите, я не видел. Ну, и в следующий раз будем обсуждать вопросы, связанные с белой кровью и вопросы, связанные с… А, в начале вообще заседания, что ли, вопрос какой-то был? А, сейчас я посмотрю. Ты повторяешь? Я уже докрутился до конца. Повторяем. Так, сдавал ли этом анализ на аномию в гемотесте? Анализ на аномию – это уже хорошо. Так, хотела узнать. Значение ферритина – 31, ОЖСС – 44,5, северное железо – 13, Б12 – 226, латентная – 31. Указывает ли это на состояние преданной ми? Во-первых, я не вижу референтных цифр. Мы только что начали с того, что все лаборатории дают совершенно разные референтные цифры. Поэтому оценить их невозможно. Стоит ли принимать Б12, чтобы поднять ферритин? Не стоит. Б12 никаким образом на ферритин не влияет. Правильно ли я полагаю, что сначала падают эти показатели, а гемоглобин еще остается предмет? Нет, это полный какой-то набор благоглупостей, извините. Ничего больше я тут не могу сказать. Никого отношения к гематологии это не имеет. Да нет, ну вообще разговор такой не имеет отношения к гематологии. Применение других дезагрегантов не аспирина возможно ли? У кого возможно? Если есть показания, если у вас пересажены там коронарные артерии, ну там есть определенные показания. Еще раз повторяю, ИТП – это диагноз. При ИТП может быть абсолютно нормальный уровень тромбоцитов. Если нормальный уровень тромбоцитов, никаких противопоказаний ни к чему нет. Но вообще я считаю, ну это мое личное мнение, что скоро все дезагреганты у нас перейдут в антикоагулянты. Потому что оральный антикоагулянт абсолютно, в общем, безопасный и гораздо легче переносится. Так, все, тогда на этом мы с вами заканчиваем. Спасибо, всего хорошего.